Да это вот чай зеленый. Да ладно, а почему мы решили, что это зеленый? По цвету. Добро это название известное, знакомое. А как называется? Хуаншэй Маофэн. Ворсистые пики желтых гор. Маофэн я слышал, а впереди вообще ничего не понимаю. По поводу ворсистых пиков. Так это вот у китайцев такая замороченность на форме чайного листа. Сим как раз на эту тему писал, что каждый чай свою индивидуальную форму имеет. И посмотрев на чай, можно примерно придумать название формы. Вот когда-то какой-то старый китаец посмотрел, ему показалось, что это ворсистые пики желтых гор. На самом деле у него конкретный адрес, прописка, ну как у человека. Китаец известный был? Китаец довольно известный, но имени, честно говоря, не пугают. Уже и не осталось. У нас что-то не так давно было. Вообще этот сорт его возводят как торговую реальность к 19 веку, аж дают даже конкретную дату 1875 год. Но скорее всего делался и раньше. Намного раньше. Ясно. А все говорят, пьем зеленый, пьем зеленый. Все пьют зеленый. У нас в России почему же полезно и так невкусно. Многие говорят как раз пьем пьем, но что-то как-то не очень. Ну это часто бывает в случае с зелеными чаями, потому что обычно доминирует на рынке массовая продукция. Давайте познакомимся. Надо вдохнуть аромат, согреть немножко дыханием своим и будет какой-то вотрик идти. Для меня он, знаешь, он такой пряный, цветочный, немножко медовый. Всем бы дал попробовать, но как-то пока не получается. Эфир не дает возможности. Ну а сейчас мы его загружим. Думаете запах пойдет? Ну у меня есть. Не знаю, но запах пока мы не передаем через камеру. Камера не передает. Мы передаем. Мы передаем, да, да, да. Камера не передает. Ча, первую заварку сделаем. Главное ничего не выливать. В случае с зеленым чаем точно. Когда китайцы выливают первую заварку, когда делают зеленый чай, а то и вторую. Нет, это просто торговая такая лоха коммерческая. То есть первая заварка, она хранит информацию о том, как чай делают. И вторая. Зачастую и вторая, да. Пережарен ли он был, как хранился продавцом, есть ли какие-то посторонние привкусы, примеси. И поэтому если так быстро-быстро выливают, выливают, все, долой, мы этого можем и не услышать. Вот из крышки, кстати, Жень, понюхай, там уже аромат третий. Третье качество аромата, да. Сладкий, свежий. Его цвет. Красота? Нет. Почему зеленый? Да и цвет такой зеленоватый, золотистый. Бледный. Золотистый. Вообще, чем бледнее, тем чай лучше. А почему? А это указывает на ранний сезон сбора. То есть, при этом мы пьем совсем свежий чай. Отсюда аромат. Можно сказать, как давно он был собран? Примерно хотелось. Ну, это чай был собран в конце марта, начале апреля. У них у китайцев праздник есть, 4-5 апреля. Приходится называться Цинминзи. Дни чистоты и ясности. И вот до этого праздника, в основном, пофыркаем немножко, чтобы вкус чая лучше понять. Говорят, что просмотреть на таком в Китае, нужно пить чай, как русские купчихи раньше из блюда спили. Ну, так, знаешь, как в кино. Ну, мы тогда и так, и так попьем. Да, и молча, тихо, и со звуком. Но со звуком вкуснее. Красота. Для первой заварки, ну, прям совсем. А я уже привык, у меня рефлекс вырабатывается. Начинаю пить чай, начинаю притребывать и отфырки. Потому что это быстро получается, он охлаждается. Ну, да. Хочется же пить чай горячий. Такой вопрос. Яркий, красивый. Ну, зеленый чай реально изготавливают везде. Сейчас в Англии изготавливают. И в Краснодаре изготавливают. Причем в Англии же самое забавное, буквально его изготавливают. То есть не только что смешивают там на чайной фабрике, а есть в одном из графств английских посадки. Чистый зеленый чай. Чай до 10 тонн собирают. Вот, если уже хочу, кстати, кого-то огорчить, а может кого-то порадовать, патриоты огорчатся, как космополиты порадуются, что наш краснодарский чай уже не самый серый чай в мире. Еще вот недавно это было. Так, а вот англичане взяли и сделали у себя чай и аж 10 тонн. И открыли еще магазин в Шанхае. И теперь этим чаем торгуют. А краснодарского чая в Шанхае, я думаю, не скоро будут еще продавать. Они, наверное, здесь не сильно продают. Но дело не в этом. То есть в Краснодаре делают, в Грузии делают. Где только не делают. Почему Китай? Почему Китай и зеленый чай, и вот такая связка? Ну, Китай это родина, родоначальник чайной традиции, законодатель мод. Не Индия? Нет, не Индия. Она и так не сильно славилась, но тем не менее. Да, в Индии вообще странная тема. То есть вроде бы чайное растение у них всегда росло в штате Осам, например. Там есть даже деревья, которые несколько метров достигают высоту. Говорят, там до 10 до 12 метров. То есть есть дикорастущий Осамский чай. Отдельная порода, отдельная раса чая. Но культура чайпития у индусов не сложилась. Она настолько у них вторична, что вот уже под воздействием англичан практически они стали пить чай. Да, вот в этой заварке уже поярче вкус, но легкий такой, невесомый. И природа самая очень красивая в этом районе. Недаром в желтым горам им присвоен эпитет самых красивых гор Китая. А чай, когда он растет в красивых местах, можно в это верить, можно в это не верить, но это факт. Что где растут знаменитые великие императорские сорта, как правило, причудливая красивая природа. И хороший отменный вкус у чая. Вообще говорят, что чай такое явление, настоящий зеленый чай. Опять же, возвращаясь к твоему вопросу, почему Китай. Это та точка, где соединяется природная, человеческая и именно особое качество, сила, место. Понятно. Ну, с Китаем мы более-менее выяснили, а допустим, такие вещи, как Непал, Тайвань. Что там с зелеными чаями? Ну, в случае с Непалом, например, сейчас делают там разные чаи. Я знаком, например, с одним торговцем из Непала, довольно интересный человек. Но, как правило, все, что делается в Непале, это подражание и реплики чаев, похожих на дарджилинг. Поскольку районы примыкают к западной Бенгалии индийской, они там и делают чаи слегка недоферментированных. Да, но они скорее по стилистике ближе к переходным между красным чаем или улунами. Но делают какой-то сегмент зеленых чаев, но не особо выдающийся. То есть зеленый чай, это прежде всего, конечно, Китай, еще в некоторой степени Япония. Но японцы, они в свое время цепанули именно сегмент китайских чаев. 16-17 веков, да? Да, вот этот чай, который мы сейчас пьем, он просушен на огне. Что это значит? Это значит, что вот та зеленность, которая есть в сердце, ну, в живом листе. Живой желез заваривать нельзя, вернее, заваривать его можно, но он невкусен будет. В нем надо проработать вот эту горечь, которая связана с хлорофилом. По-китайски это называется убить зелень. И вот убивается эта зелень разными способами. Бывает прожаривают, бывает просушивают на огне, бывает просушивают на солнце. Но вот этот чай, он просушенный на огне. Давайте немножко вернемся вот к началу. То есть берутся какие-то деревья, да? Деревья или кусты, что берется изначально? Ну, вообще зеленый чай, исторически, все-таки это сорт, который введен в культуру человека. Это разновидности чайного дерева. Когда-то в проекции Сычуань был заложен первый чайный сад. На горе Миндин. С этой горы есть чай, и он есть и в нашей коллекции представлен, тоже очень интересно. Это именно провинция, которая в Китае для зеленого чая особое место занимает. Уже оттуда стали чьи распространятся, зеленая сама культура по другим районам, по другим уголкам поднебесным. То есть чай это зеленый делается с садовых культурных растений. Хотя сейчас собирается и дикое сырье для него обрабатывается как зеленый чай. Например, в провинции Юннань. Сборка идет в основном что, в февраль, апрель? Сборка начинается в феврале, но это очень ранние сорта. Основной сегмент чаев собираются в марте, в начале апреля. Есть один только сорт зеленого чая, который собирается в мае. Для него это стандарт. Соответственно, дальше его собрали и происходит обработка. Собрали, происходит обработка. То есть, вот та процедура, которую не миновать ни одному чаю, это сбор чайного листа. То есть, чай вместе с ветками не заваривают, и чай должен быть обязательно сорван для того, чтобы стать чаем. А после этого уже есть разные вариации на тему. То есть, может быть, совершенно по-разному. В случае с зеленым чаем происходит сначала завяливание. То есть, первичное завяливание это для того, чтобы ушла влага из чайного листа. Это делается, опять же, практически со всеми чаями. Потом, как в случае с нашим сортом, в специальном котле он обрабатывается. То есть, котел разогревается на древесном топливе или, как сейчас, в некоторых случаях, на электрическом нагревающем элементе. Это удешевляет процедуру? Это удешевляет процедуру, да, потому что нет еще каких-то сложностей, связанных с подбором этого топлива, чтобы не было слишком много дыма, чтобы чай не захватывал своими вот этими пористыми веществами дым. И чтобы у нас в итоге был приятный цветочный аромат, которым чай природа дает, а не какой-то аромат поленью. То есть, это не шашлык, это тонкий продукт. Хотя тоже подбирают, насколько я понимаю, поленья именно определенных деревьев. Да. Считается, что древесина, там, фруктов деревьев, она благоприятна для всего, чего связано с чаем. И воду на них кипятить хорошо, и для печки. И вот в этом котле определенными движениями чайный лист сминают, задача открыть клеточный сок. То есть, что клеточный сок стал, попытался начать контактировать с кислородом. Ну, как мы понимаем, что тема такая же, как в яблоке. Вот яблоко мы разрезаем, зеленое, на столе есть его забыть, оно покричневеет. И вот на этом основана именно тема изготовления ферментированного чая. То есть, чай скручивают, дают ему полежать, он окисляется, меняет цвет. А вот у зеленого процесс скручивания и выделения сока и процесс фиксации, то есть просушивания этого сока, почти одновременен. То есть, нужно очень быстро просушить то, что выделилось. Да, да, да. А потом еще сформовать чай, чтобы еще выделилось. И до определенного уровня влажности, пока масса чайного листа не достигнет. Это в один раз делается постоянно, постоянно, постоянно или с какими-то промежутками? То есть, один раз его высушили, второй раз высушили? Это в разных чаях по-разному, но больших промежутков нет. То есть, это некий непрерывный процесс. Какое-то время, в случае с лунзинем, например, там меняют эти котлы, то есть какая-то есть пауза. Но, в принципе, процесс почти непрерывный. То есть, сушит тепло? Да. Бывает, что паром обрабатывают, бывает, что прожаривают, бывает, что просушивают, бывает, что просушивают на солнце. Вот этот, он просушен на огне. То есть, в отличие от прожаренного, чай, часто спрашивают, а в чем разница, собственно говоря, прожаренный и просушенный на огне? Там, в прожаренном, более интенсивное воздействие рук, то есть, его прям пропекают. Аж иногда, особенно, когда человек подешевле, температура котла выше и движение менее разнообразно берешься, на чайки смотришь, а они прям аж такими пузырьками покрытыми, большими. Можно ли просушить просто в естественном потоке лист, при этом с выделением сока из листа? Он же все равно заферментировается, правильно? То есть, температура все равно нужна, неизбежно. Температура нужна, чтобы поставить некую финальную точку. То есть, это называется фиксация. Когда, допустим, делаем красный чай, вот как я говорил, он лежит, 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 окислился до какого-то периода времени определенного, мастер, который делает чай, видит, он ставит в этом акцент. Прогрели, на огне или посушили на солнце. В случае с зеленым, это процесс одновременный. То есть, мы придаем ему форму, выдавливаем сок, и не давая окислиться, ферментироваться, мы это фиксируем. Почему нельзя просто засушить? Для чего ферментировать? А можно просто засушить. Не ферментировать, а выделять сок для чего? Сок выделять, чтобы раскрылся определенное качество аромата в состав содержания веществ, свойственном для зеленого чая. Это стиль приготовления зеленого чая. То есть, он в каком-то смысле слова пробужден, и тут же вот в чайном листе пробуждена его внутренняя весна. Вот он раскрылся, дал сок, запах, и в этот момент его зафиксировали. И он вот как полностью развернувшийся благоухающий цветок перед нами. И вот мы его сорвали, мы вдыхаем его аромат, но он быстро увядает. Поэтому зеленый чай не очень долго хранится. Там полгода, некоторые чаи до года. Поэтому их нужно побыстрее выпить в этом их очаровании. А как ты говоришь, просто засушить можно ли? Да, но это белый чай. Парадокс. Восприятие большинства людей. Вот сейчас вот выйти на улицу, например, и начать людей допрашивать. В чем разница между зеленым и черным чаем? Потому что вот мы чаем... Черным в каком плане? Ну, черным в том плане, в котором китайцы называют красным. Ну, в основном до сих пор в головах европейцев две темы стоят. Зеленый, черный, зеленый, черный. Даже кто знает, и тот периодически зеленый. Да, периодически к этим старым именам возвращается. И мы получим ответ, что зеленый чай это высушенный чайный листик, а черный чай это подвергнутый температурной обработке зеленый чайный лист. То есть это мыслят люди по аналогии с кофе. Это самая простая... Это очень нормально быстро разобрались. Самая простая... Прожарили, не прожарили. Но на самом деле разница в том, что окислено или не окислено, ферментированно или нет. Но тоже тут важную деталь надо внести, что не ферментированных чаев в природе вообще не существует. То есть деятельность ферментации... Поэтому китайцы обычно говорят почти. Даже при некоторых условиях лист, растущий на дереве, бывает ферментирован. Даже так. А вот когда чай сорвали, уже в нем необратимо пошли определенные процессы. И зеленый, он имеет следы ферментации. Но в зеленом чае важна идея. Вот когда его человек делает, он думает о том, чтобы ферментации не происходило. То есть все усилия идут на то, чтобы не было этого окисления. То есть минимизирует это? Да. Есть такая идеология, заложенная идея в зеленый чай. Он таким и получается. Почти не ферментированным. А просто высушенный на солнце листик, внешняя температура, солнечный свет, солнечная энергия. Ну или сушка в специальных тепловых условиях, она приводит к тому, что медленно развивается внутри этот процесс чайного побега. И белый становится более выраженно ферментированным, нежели, допустим, зеленый чай. Зеленый наименее ферментированный. Вот в этом, как говорится, его фишка, в этом его особенности. Ну это достаточно сложный процесс. То есть технологии изготовления или технологии, которые это делают, в общем, должны достаточно хорошо разбираться в этом. Да, это еще с учетом того, чтобы это какое-то высокое качество удержать. Ну, еще важно, чтобы было чувство чайного листа. Ведь в Китае до сих пор люди все это отслеживают, все изменения в чайном листе отслеживают на уровне собственных ощущений. То есть, как, допустим, при завяливании первичного листа загнулся, сколько он потерял влаги, какое он на тактильное ощущение, какой он на пальцах, какой запах чая выделяет. А что важнее, там, где рос лист, да, или чайный куст, либо именно технологии приготовления? Парадоксально, что именно когда мы находимся вот на этом перекрытии. Вот как рождается великий чай? Великий чай рождается так же, как великое вино. Вот иногда говорят, что там нет никакого настоящего великого императорского чая, что их вообще не существует. Великий чай, великая китайская стена, великий предел. Ну, как бы, все вообще можно отрицать. И на отрицание, как бы, построить какую-то идею. Но в исследованиях корней, в исследованиях традиций, по крайней мере, в искусственном наслаждении какими-то продуктами, это наиболее продуктивный путь. Так вот, где красивая природа, где исторически приживались, акклиматизировались определенные сорта чайных деревьев, где были выведены, может быть, специально под этот район, или в этом районе виды изменились. В этих местах со временем появилась культура обработки чайного листа, которая именно в данных условиях позволяет максимально проявить в чае какие-то определенные качества. И сложилась культура потребления. Когда-нибудь 200 лет назад приехал чиновник императорского ведомства, который закупал чаи, попробовал чай, допустим, если бы он в то время существовал, а может и существовал, кто знает, Хуан Шай Мау Фэ, и сказал, какой классный чай. Возьму-ка я, привезу его император. Император попробовал, тоже люди были образованные, ему тоже понравилось. Чай назвали ему, придумали имя, стали регулярно его закупать, потом познакомились, ну, сначала знают, потом купцы, потом ремесленники. Это захватило целый слой. И какой-то из людей культуры попробовал этот чай, и написал о нем стихотворение, написал красивый рассказ, запустил этот чай в культуру. И его стали, скажем так, хотеть уже десятки, сотни тысяч, а в настоящем мире миллионы. В этом и парадокс. Миллионы жаждут, в Китае полтора миллиона населения практически живет, и чая хорошего не хватает. А так как хорошего чая не хватает, путь какой? Делать многочисленные копии, имитации, подделки, которые в той или иной степени имеют намек на настоящий чай, а часто не имеют вообще никакого намека на этот сорт. Ну, вот такой момент, да. Человек посмотрел видео, говорит, о маофен, маофен, пойду-ка я его куплю. Заходит в интернет, и там огромное количество компаний, которые это продают. Что ему делать? То есть он смотрит, цены совершенно разные, а качество под вопросом, как выбрать вообще, как понять, куда идти, что покупать. Вообще, везде ли маофен, или где-то маофен, а где-то не маофен, где-то зеленый, где-то вообще черный. Ну, в принципе, сейчас культура продажи зеленого чая, того, который китайцы называют тонкий и нежный, это именно термин такой, тонкий и нежный чай, то есть который передает довольно яркое, но в то же время изысканное ощущение, она в упадке находится, и в России, и в Китае. В Китае мало торговцев этим занимается пробовать. Это путь. И, да, это как бы определенный путь, не такой уж сложный, опять же, не бояться, как бы, довольно высокой цены. Мы уже говорили, что цена – это некий ориентир. В Китае более четкий на определенное качество чая. Тоже там есть, как бы, свои шаги, свои секреты, свои нюансы, как бы, но если цена чая высока, как правило, качество довольно неплохое. В России не всегда так бывает. Но совершенно ясно, что по дешевой цене, по недорогой, настоящих уаншань молокфан продать невозможно. Просто китайский не продаст изначально. Ну да, никто не будет покупать, продавать чай в разы дешевле, чем он его закупил. Поэтому нужно выбрать чай по довольно высокой цене, и небольшой симпл пробничка его попробовать, и оценить его вкус, может быть, непосредственно с человеком, который предлагает его купить. Ну, или купить дешевый, там, средний, дорогой, и посмотреть вообще, сравнить вообще, что это. Да, можно, да, понять, и понимание придет. Зеленые чаи можно заваривать вот в таком формате, как это мы делаем в Гайване, можно заваривать чайники, можно заваривать просто вот в таком вот стеклянном чахае. Разницы нет. Главное, что если вы чай пробуете, вы кладите обязательно равное количество для заваривания, чтобы они приблизительно находились в равных условиях. Используйте одну и ту же воду. То есть не меняйте воду. Зеленые чаи, они довольно капризны к воде. Вода должна быть отфильтрованной, либо хорошей бутилированной, либо каким-то там хитрым образом приготовленной. Вопросов много, попробуем осветить хотя бы какие-то. А сколько температуры должна быть воды для того, чтобы заваривать зеленую? Ну, как бы, если по чесноку говорить, то... Нет, все просто там 60, 50, кто-то там на 30. Вот в Китае я никогда не видел, чтобы кто-то мерил воду. Может быть, какой-то... Температура, да? Да. Может, какой-то там совсем, как говорится, задвинутое... Замороченные китайцы. Замороченные китайцы меряют, как бы. Но это, по меньшей мере, странно было в лице других китайцев. Смотрелось, а лицо они боятся потерять. Поэтому все китайцы применяют примерно одну и ту же методику. То есть они довольно интенсивно кипятят воду, следят, да, чтобы она не перекипала. Да, интенсивно не перекипает. Да. И сильно прогревают чайную посуду. То есть самое главное, чтобы не было у чая дискомфортного состояния того, что те тестеры называют температурный шок. То есть в холодную посуду, если положить чай и залить кипящей водой, может какая-то тонкость в нем утратиться. У нас, кстати, в России всегда, вспоминая свою бабушку, она всегда добротно согревала чайник. То есть обязательно споласкивал кипятком перед тем, как чай заварить. Культура, понимание, как бы чая была заложена. То есть постепенно-постепенно пробуждаем чай к тому, чтобы он раскрылся. Да, вот это важнее, чем отслеживание температуры. Другой вопрос, как эта фишка вообще возникла с температурой. Тоже интересно копаться до корней. Я на эту тему думал. И мне кажется, что возникло из-за того, что преимущественно первые чаи стали попадать именно японские на европейский рынок. А в японских сортах чаев, особенно тех, которые измельчаются, вот знаменитый, вот этот, как они его называют, мотя, чайный порошок, он заваривается действительно горячей водой, потому что в воде закипевшей он дает горечь. Вот когда сбивается вот эта вот пена, многие видели в японской чайной церемонии, где кимоно, там красивые девушки, все чинно кланяются, сидят на определенных местах. Вот там важна эта температура воды. Возможно, какие-то японские фирмы выходили на рынок на продажу, как бы и запустили вот эту тему с измерением температуры воды. А в Китае, как я уже сказал, этим никто не заморачивается, особенно меня замучили. А что тут важно? Длительность заваривания? Важно хороший чай, естественно. Нормальная, качественная вода, которая без постороннего привкуса. И желательно мягкая, да? Да, желательно мягкая. И важно пропорции, сколько чая положить. То есть в среднем, где-то, если в весовом, там приблизительно на одного человека крадется где-то полтора-три грамма для правильного заваривания. И экспозиция, выдержка настаивания. То есть первую заварку можно вообще не держать. Вторую тоже. С третьей заварки можно начать немножко настаивать. Ну, буквально, если это зеленый чай, доли единицы секунд. То есть 3-4 секунды, потом там 7-8 по восходящей. То есть, чтобы все время у нас каждая следующая заварка настаивалась дольше предыдущей. И тогда чай потихонечку отдает свои свойства и все время нас на протяжении всего чайпития радует. И вот я часто сам себе задавал вопрос, а почему я так люблю зеленый чай? За что китайский? А за то, что он прекрасный вкусовой тренажер. Вот недаром китайцы, например, улун сравнивают с нефритом, а зеленый чай сравнивают с хрусталем, с горным. То есть он прозрачный, он завинящий. В нем есть все. Но вот чтобы вот это вот все как бы получить и залечь, он должен быть именно высокого качества. Его сложно хорошо сделать. Его немного хорошего делается. И он передает нам такое сильное, но очевидное состояние приятного удушевления эмоционального, ощущение вкуса, аромата, который нужно периодически себе обновлять. Вот когда часто пьешь, улунный, в какой-то момент становится чуть-чуть вкус их даже приторным. Немножечко, ну, скажем так, по-хорошему, конечно, но с легонца рецепторы забиваются. И нужно обязательно вернуться к основам, попробовать вкус зеленого чая. Понятно. А вообще, какое должно быть состояние, есть ли какие-то критерии после зеленого чая? То есть мы попили хороший зеленый чай. Ну, по вкусу там, по запаху, еще по каким-то критериям. Мы посмотрели, все понравилось по листу, да, эстетические какие-то формы. А вот по состоянию мы можем как-то оценить по нему, что попили классный чай? Ну, вот мы вообще японцев сегодня обсуждали. У японцев есть гениальная такая фраза, она мне очень нравится. Что зеленый чай – это чай для гениев. То есть не только для тех, кто генями является, но и для тех, кто хочет стать. То есть зеленый чай, он опускает жар, он холодный, но в то же время он пробуждает мозговую деятельность, мозговую активность. Для людей, которые работают головой, работают глазами, то есть много напрягают зрение. А это большинство у нас сейчас, кто вот с арктехникой общается, посидел там за монитором, у человека стали там красные глаза, возникло какое-то напряжение. Думаешь, решаешь вопросы, общаешься, коммуницируешь, эмоции бегают, бурлят, скапливается много либо в сердце, либо в голове. Зеленый чай это все правильно перераспределяет, ощущение возникает свежести. То есть ощущение от зеленого чая такое, как будто в жаркий душный день глоток свежего воздуха, как будто открыл форточку и в тебя подуло таким бризом прохладным, морским. Вот это ощущение. Хотя в общем-то горячий чай. Да, вот это ощущение поймал, да, и оно приятно освежает. Думается легче, говорится легче, работает легче. То есть зеленый чай для тех людей, которые не в такой степени физически активны, а именно занимаются интеллектуальной работой, чтобы потенцировать именно свою мозговую деятельность. И важна реакция желудка тоже. Когда чай качественно зеленый, поскольку хлорофилл в нем проработан, он не цепляет желудок. То есть он не вызывает слишком сильные секреторные деятельности. А когда грубый зеленый чай пьешь, мало того, что горько во рту, там щеки сводит, допустим, от горечи или язык, еще и проглатываешь его, и на желудке неприятные ощущения. Сейчас, наверное, заметил, как бы мы сегодня не особо, так сказать, много ели в течение дня, но сейчас зеленый чай попили, и никакого некомфортного ощущения нет. Ну, вот я, наверное, от себя могу добавить такую ситуацию, ощущение, что попил хорошего чая, да, и внутри стабильное, или вообще стабильное состояние. Да, то есть нет никакого дискомфорта, нигде ничего не дергает, да, иногда люди там попьют, и что-то совсем никак, непонятно. Начиная от того, что, а что я попил, да, и начинает колотить, там, психологически или еще каким-то образом, физически, голова не думает, хочется спать, там, и так далее. То есть вот эти вот все состояния, если такое начинает возникать, надо вообще задуматься, чего попили. Ну да, чай вообще, в хорошем, вот эта выравнивающая тема, она доминирует, то есть когда пьешь хороший чай, возвращаешься самому в себе. Что это значит? Это не просто какая-то заумная фраза. Ты возвращаешься к своему идеальному состоянию, которое у нас заложено. Вот, то есть вот на уровне ощущения, допустим, прошел рабочий день, в конце рабочего дня пьешь хороший зеленый чай, и у тебя возникает такое ощущение на какое-то время, как будто ты приехал только что из отпуска. Вот, то есть ты хорошо отдохнувший, у тебя тело расслаблено, у тебя голова ясная, спокойное, как бы сознание. Сознание находится в том месте, где ему положено быть. Работа идет лучше. Дышится легко, решаются вопросы, то есть зеленый чай повышает эффективность работы, эффективность деятельности. Отношения. В нем нету, как бы, беспорядочного такого ощущения, когда бывает, там, нахватаешься много-много чашек кофе, почти все пили когда-то кофе, знают, что это такое. То есть совершенно другой тип энергии. От зеленого чая, как бы, ты находишься все время в состоянии комфорта. То есть ты не уходишь из зоны комфорта, но в то же время для тех, кому надо, можно поймать какое-то необычное ощущение, очень тонкое. То есть, ну, то, что называется душевное состояние. Или, например, у французов, мне нравится, у них есть выражение «леспри». Леспри – это состояние тонкого удушевления, которое передает, например, хорошее, классное, высокое вино, до того, пока не начал, там, банально пьянить этанол. Вот. То есть там вроде сделал микроглоток, еще ничего не случилось, но у тебя уже что-то внутри перещелкнуло. Вот чай – это чистый леспри, потому что там нет ни алкоголя, ни наркотических веществ, а есть сумма, которую чайное дерево вытянуло из природы, из почвы, из микроклимата, которую человек смог воспитать умелыми движениями рук, приложением своего внимания, сознания. Ну, потом кто-то этот чай продал, вы его купили и наслаждаетесь, даже не думаете о деньгах. То есть надо не бояться тратить на чай хорошие деньги, потому что эта сторица окупается. Ну, надо попробовать, по крайней мере. Да, окупается хорошим состоянием и физическим, и психоэмоциональным, и просто мы получаем удовольствие. Потом всегда, когда вы считаете, например, сколько чай стоит, посчитайте, сколько стоит чаепитие. То есть вы взяли там 100 грамм, например, он стоит, допустим, 8 или 10 тысяч рублей, довольно дорогой чай, ну, как бы 100 грамм, это, в реальности, если качественный чай, это, ну, практически на 50-х завариваний. И когда мы рассчитываем стоимость одного заваривания, чай пить, одного процесса, это будет, как вот мы вышли на перерывы в хорошую кофейню, зашли, выпили, бахнули чашку кофе. Та же самая цена. А удовольствие, эффективность, кофе, он везде, собственно говоря, кофе. Где его обжарить получше, где похуже, никаких-то винтажных сортов кофейник-то в основном не предлагаем. Мы говорим о винтажных. Да. А это, как бы, чай. Одно удовольствие, полчаса или час проведенного времени, вот, на оставшуюся часть дня энергия, совершенно качественное ощущение, новый мир, как я говорю, вот это вот форчика. Эта форчика открывается не только снаружи, она открывается внутри нас. То есть, делает нас более свободными, открытыми. Ну, мы взращиваем в себе вот эти вот кусочки прекрасного, да, то есть, мы узнаем, изучаем и взращиваем в себе какие-то новые ощущения, высокий стиль, там, и так далее. И он реально будет отображаться не просто мы там на возвышенных каких-то, но такой высокий стиль. А человек реально будет, как бы, в себе выращивать, понимать, осознавать и ощущать себя лучше. Да. У Китаяц есть такая грозная пословица, она так звучит немножко грозно, на самом деле, что чай меняет судьбу. Он изменяет качество нашей жизни. И действительно, вот, у нас есть в жизни, у каждого, как бы, судьба, как бы, ряд определенных событий. Вот. Все, как бы, люди к этому относятся по-разному. Но, тем не менее, что чай способствует созданию в человеке благоприятных условий для его развития. Вот. Допустим, когда взрослый мужчина, вот, как мы с тобой сидим, пьем чай, общаемся, и нам это общение нравится, и так же сотни тысяч людей, миллионы по всему миру делают. Это удивительно тоже феномен. Раньше для того, чтобы хорошо посидеть, подразумевалось, как бы, там, ну, нормально выпить, отдохнуть. Выпить, понятно, чего. Даже, как бы, в традиции русской это слово «выпить» у нас извратилось до такой степени, что подразумевает не питье воды, а, в первую очередь, употребление алкоголя. Ну, вот, а чай, да, кстати, попробуй, поешь. Вот, я люблю чай съедать. Мы, наверное, допьем. И один съем все-таки. Мы распрощаемся с нашими пользователями и, соответственно, теми, кто смотрит сейчас данное видео. В белке нам кислоты пошли. И разъедим чай. Да, да, да. Нас все-таки поесть. Да. Ну, что, поделимся? Да, приятного аппетита. О. Хозяйкам, давай. Хозяйкам, кстати, на заметку, можно в салат использовать. Вообще прикольная тема. Особенно какой-нибудь веганский салатик такой. С авокадо вообще отлично сочетает. О, красота. Все. Всем пока. Пока-пока.